Российский террорист Игорь Гиркин отреагировал на гуляние дочери главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова Екатериной Винокуровой в Грузии. Гиркин считает, что было бы неплохо отправить ее на застолье в Украину, а за это вернуть временно оккупированный Бердянск. Как сообщает Униан, об этом террорист написал в Телеграм. Он напомнил о том, что настоящая фамилия Лаврова по отцу Калантарян и отметил, что жаль, что в Киеве никто у Калантаряна не женится или не выходит замуж. А то бы и на Киев непременно слетали, а за это отдали бы какой-нибудь жалкий Бердянск, например, написал Гиркин. Напомним, СМИ нашли доказательства того, что дочь Лаврова Екатерина Винокурова вместе с компанией друзей приехала на юг Грузии на свадьбу к брату своего мужа. Грузинские активисты собрались под стенами отеля, в котором остановились Винокурова с требованием выдворить оттуда россиян. Их попытались разогнать отряды спецназначения, произошли драки. Порядка 20 активистов задержали и забрали в отделение. Сама Винокурова с мужем покинула Грузию. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом на полях саммита Большой Семерки в Японии. Американский лидер объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 375 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США. В новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы, ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением и подрывные боеприпасы. Также Соединенные Штаты Америки предоставят Украине системы бронированных мостов, бронированные медицинские автомобили, грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования, оборудования материально-технического обеспечения и тепловизионные системы. Пресс-службы Министерства обороны США сообщили, что это уже 38-я передача военного оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года. Отмечается, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее потребностей на поле боя. Владимир Зеленский на своей странице в Инстаграм также поблагодарил Джо Байдена за оружие и решение о тренировке украинских пилотов на американских истребителях. Бахмут – неокруженный РФ, украинский военный, до сих пор находится в городе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Японии, пишет Униан. Глава государства подчеркнул, что украинские бойцы выполняют важное задание. «Сегодня они находятся в Бахмуте. В каких именно точках, делиться не буду. Но это говорит о том, что Бахмут не окружен сегодня Российской Федерации. И никаких двух или трех разъяснений этому не может быть». Кроме того, президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита J7 заявил, что неважно, оккупирован Бахмут или нет. Главное, что россияне понесли там тяжелые потери. «Правда в том, что Россия понесла потери более 100 тысяч человек в Бахмуте. Это тяжело будет заменить. Неважно, оккупирован он или нет, там все равно не осталось зданий. Это существенно разрушенный город. Но им удалось сковать очень много российских войск, включая группировку Вагнера». Как сообщал Униан, 21 мая в Японии на полях саммита «Большой семерки» у президента спросили, правда ли, что российские силы захватили Бахмут. Он ответил, «Я думаю, что нет». Кроме того, в Минобороны Украины уточнили, что оккупантам не удалось окружить город. Также враг потерял часть господствующих высот вокруг. В то же время украинские воины взяли Бахмут в полуокружение и держат контроль над промышленными, инфраструктурными объектами и частным сектором в районе самолет. По словам замминистра обороны Анны Малер, это дает им возможность уничтожать российских захватчиков. Также украинские военные заявили, что у командования обороны есть все рецепты противодействия на все задумки врага на этом направлении. «Бахмут и его герои выполнили свою главную роль. Уничтожили одно из самых больших и боеспособных подразделений врага – преступную группировку «Вагнер». В частности, спикер восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что уход из города или его оборона будет разрешаться только с учётом целесообразности и сохранения своих сил и средств. Тем временем, третья штурмовая бригада продолжает выбивать оккупантов с позиций под «Бахмутом». Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 23 оккупанта, а более 40 стали трёхсотыми. Украина получит истребители F-16. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на саммите J7. Миссия тренировки украинских пилотов на F-16 – это первый шаг в коалиции истребителей, отметил Зеленский. «Дальше есть несколько месяцев для обучения наших пилотов. Мы будем работать, чтобы сократить процесс подготовки до минимума. На современных истребителях будут учиться опытные пилоты». Он добавил, что уже есть понимание, с какими странами Украина будет взаимодействовать в этом вопросе. Но количество самолётов и когда они появятся в Украине, он сказать не может, потому что насчёт этого ничего не известно. «Мы долго, мощно работали, работали политически с нашими партнёрами, чтобы получить желаемый результат. Усиление нашего неба, кроме ПВО, часть этого должна выполнить с западного формата авиация». Президент Джо Байден также подтвердил согласие на обучение украинских пилотов на самолётах западного образца. «Я сказал президенту Зеленскому, что будет начато обучение украинских пилотов на самолётах четвёртого поколения, включая F-16, чтобы Украина могла себя защитить». По словам Джо Байдена, в свою очередь Зеленский заверил американского коллегу, что самолёты не будут использоваться на территории РФ. В то же время Байден подчеркнул, что самолёты F-16 могут быть использованы, где бы ни находились российские войска в пределах Украины и региона. Субтитры создавал DimaTorzok